Вставай! Вообще невозможно. Жарко. Но мы во время жары ходим на остров Татаршева. Там можно покупаться, естественно, позагорать. Как спасаетесь? Спасаемся. Минералка без газов. И ходить почаще возле этих фонтанов и в теньке сидеть. Ни тенька, ни прохлада, ни тем более фонтанов нет у пассажиров и водителей общественного транспорта. Дарью Срамошко – диспетчер линейных маршрутов. Иронично признается, на работу автобусов не способна повлиять даже аномальная жара. Все нормально, все так же. Как всегда, все опаздывают. Автобусов нет. Все, ничего не меняется. А вам самому в такую жару? Нереально вообще. Прям нереально. Да, я вот здесь со всеми везде не вылаживаю. А в автобусах как? Жарко. А кондиционер? Ну, не во всех. Вот в этот автобус был неплохой, а так не во всех жарко. Как вам в такую жару целый день за рулем? Очень тяжело в такую жару. Тяжело. А вентилятора нет? Есть вентилятор, все есть. Не спасает? Все равно очень жарко. Очень жарко, да. Что говорить о людях, если плавится даже металл? На Красноярской железной дороге перешли на особый режим работы. Температуру пути замеряют каждый час. 42,9. 42,9. Смотрим визуально, смотрим, как путь, он же бывает, расширяется, может быть, выброс пути. Чтобы палящее солнце не повлияло на состояние пути, автоинспекторы весь день напоминали водителям – без воды в дорогу нельзя. Но в зоне риска не только они, еще пожилые и дети, хотя симптомы солнечного удара у всех одинаковые. Слабость, немотивированное раздражение, шум в ушах, головная боль, тошнота может быть появиться, прекращается потоотделение, покраснение кожных покровов. Это считается вроде как вот загар, загар. Но когда вот человек потел в течение какого-то времени, он потом высох. Это серьезный звоночек для того, чтобы уже принимать определенного типа мира. Чтобы обойтись без крайних мер, врачи советуют контролировать время, проведенное на солнце, и пить больше воды. Хотя практически пустые улицы города доказали – красноярцы не готовы к экстремальным температурам. К радости горожан уже к вечеру солнце скрылось за облаками. Уже завтра синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Они продлятся несколько дней, но при этом температура останется прежней на отметке в 30 градусов. Виктория Лопатайте, Виталий Суботин. Новости ТВК.